Ей только 37, а она воспитывает и своего сына и дочь, скандально известной Анастасией Волочковой. Елена Николаева недавно вышла замуж и счастлива в отношениях с бывшим сожителем балерины, некогда примы Большого театра. Как живет Елена Николаева, воспитывая дочь Анастасии Волочковой? Ведь она сама даже не понимает, как же так получилось. Ежедневно ей приходится отмываться от грязи, были ты на ее семью со стороны скандальной балерины. А потом и ее дочь Ариадна скромно постучалась в двери ее уютного дома, где подрастает сын Александр от предпринимателя и экс-бойфренда Волочковой. Как Елена Николаева, которая всю жизнь мечтала о женском счастье с достойным, романтичным, верным и честным мужчиной, смогла связать всю свою жизнь с человеком, который играет шуточные свадьбы с неуравновешенными дамами. Давайте заглянем в прошлое Елены Николаевой, чтобы раскрыть все ее тайны. Елена Николаева родилась 25 декабря 1985 года в столице Узбекистана, в солнечном Ташкенте. Там в окружении дружной семьи прошли детские годы будущей журналистки. Ее бабушка и дедушка работали в авиационном строительстве, а родители были математиками. Однако в кризисные 1990-е выбрали более приземленную сферу и переехали с детьми в Москву, где Лена оканчивала школу, как и ее брат. В семье Николаевых принято было много читать, изучать новое, интересоваться культурой и истории. Девочка росла в окружении книг, которые создавали прекрасный параллельный мир. Она и сама рано начала писать стихи, рассказы и песни, обожая выражаться, сложно и витиевато. Сообразительную и любознательную Лену даже не стали держать в первом классе, почти сразу перевели во второй. Специальность по окончанию школы девушка выбрала серьезную, пошла учиться в институт нефти и газа. Правда, сначала заявила, что хочет стать журналисткой, но встретилась с возражениями матери, которая не считала журналистику подходящей профессии. Так Елена стала специалистом по экономике и управлению на нефтегазовом предприятии. Еще будучи студенткой, Николаева начала подрабатывать фотомоделью и актрисой, снимаясь преимущественно в рекламе и сериалах. Получив диплом, выпускница решила реализовать девичью мечту и начала искать журналистские вакансии. Экономические знания пригодились. Девушка обошла других соискателей на место корреспондента газеты РБК Дели. Здесь ей пришлось учиться написанию текстов и мастерству подачи материала, поскольку не хватало базовых навыков. Однако трудности Елену не остановили, и она быстро поняла, что журналистика – это ее призвание. А быть женственной, милой, доброй, умной, мудрой. Вот такой женщине весь мир всеми силами старается помочь. Она может добиться сумасшедших весов. Просто весь мир вот такой старается помочь. Карьера на телевидении началась с работы на канале «Эксперт», куда Елена пришла в качестве стажера. Но за полтора года смогла дорасти до специалиста, которому доверили собственную программу. В авторской передаче «Новый бизнес» с Еленой Николаевой открыто в 2012 году молодая журналистка одновременно выполняла роли ведущей и шеф-редактора. Она снимала репортажи, рассказывала о стартапах и бизнес-инновациях. А с закрытием канала стала писать аналитические статьи для еженедельника «Эксперт». Следующей ступенью карьеры стал канал РБК, где журналистка начала с обзора прессы и новостей, а потом перешла в прямой эфир утренней передачи как новостной спикер. Эрудированную, привлекательную блондинку заметили, и спустя полтора года из делового утра та перешла на утро России. Елена не любит смотреть телевизор, в ее доме его просто нет. Фильмы и сериалы Николаева смотрит в интернете, там же пересматривает выпуски своей передачи, стараясь контролировать собственный профессионализм. Она стремится к минимализму и без сожаления избавляется от ненужных и старых вещей, стараясь не хранить ничего лишнего. Ведущая следит за здоровьем и давно сказала нет мучному и сладостям, благодаря чему чувствует себя бодрой и энергичной. При таком режиме Елена без проблем сохраняет стройную фигуру. Ведущая любит свою работу и не обращает внимания на время, когда занимается любимым делом. Годами эта сфера жизни была для нее самой важной. Она просыпалась среди ночи, чтобы записать интересную идею для очередного сюжета. Тем не менее, Елена считала себя романтиком и была убеждена, что если решится назвать кого-то мужем, то раз и навсегда. В 2017 году Николаева познакомилась с Игорем Вдовиным, бывшим партнером Анастасией Волочковой. Спустя три года бизнесмен сделал избраннице предложение. С детьми супруга, двумя сыновьями и дочерью Ариадной Волочковой телеведущая сразу поладила и сохраняет хорошие отношения. Ариадна проживает вместе с отцом и мачехой. А в сентябре 2021 Елена сообщила подписчикам, что беременна. Супруги ожидали появления на свет сына и были очень счастливы. 21 декабря Елена родила сына Александра. Анастасия Волочкова до сих пор не может простить Игоря Вдовина. Обсуждая бывшего возлюбленного, балерина не стала сдерживать эмоции, называя жену Вдовина кошелкой и обвиняя пару в том, что они живут на ее деньги. Елена Николаева на едкий комментарий Волочковой уже давно не обращает внимания. Во всех интервью телеведущая признается, что невероятно счастлива в браке. И чужое мнение ее не волнует. Несколько лет назад единственная дочь балерины Анастасии Волочковой уехала жить к отцу. С бизнесменом Игорем Вдовиным Волочкова не состояла в официальном браке. Их так называемая свадьба была просто представлением, рассчитанным на широкую аудиторию. В реальности пара прожила несколько лет вместе и благополучно распалась. Ариадна осталась жить с матерью, но по достижению определенного возраста решила перебраться к отцу. Вдовин на тот момент уже встречался с будущей женой, телеведущей Еленой Николаевой. Ариадна сразу поладила с Николаевой. Они начали вместе ходить в свет и даже одеваться в одном стиле. Елена рассказывала, что пачерица помогает ей с выбором туалетов, ну и вообще у них царит полная идиллия. Ариадна Волочкова! Волочковой было крайне неприятно все это слышать. С дочерью у них никогда не было таких отношений. Поначалу балерина пыталась убедить общественность, что дочь уехала от нее из-за школы. Дескать, Ариадне долго и неудобно добираться до учебного заведения из Подмосковья. Однако всем было ясно, что для ребенка, который хочет жить с матерью, это точно не причина. Девочка не могла больше мириться с тем образом жизни, который вела ее мать. Сама Волочкова как-то вскользь об этом проговорилась. Ариадна болезненно воспринимала ее кавалеров. Но тут дело не в наличии у Анастасии личной жизни, а в том, что мужчины менялись очень часто. Балерина даже имела отношения с собственным водителем, который потом долго бегал по телешоу. Не стоит забывать и о пристрастии Анастасии к спиртным напиткам. По мнению бывших поклонников звезды, именно это и привело ее на грань. Волочкова не вылезает из скандалов. Сама же Анастасия использует любой повод, чтобы подчеркнуть, Ариадне плохо с мачехой. Елена ее не любит. Это чужая, посторонняя женщина. Глядя на совместные фото, Елены Николаевой и Ариадны складывается совсем иное впечатление. Сейчас Елене Николаевой 37 лет, а Ариадне Волочковой 18.